МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Четвертый президент Владимир Путин объявил стране годом семьи. Он дополнится ямальскими решениями. Цель – сделать наш округ лучшей территории детства, подчеркнул Дмитрий Артюхов. И для этого ведется системная работа. Строятся первоклассные детские сады, школы, спортивные центры. Особое внимание – поддержки талантливых северян. Создаются пространства для творчества и самореализации. Молодой специалист, 25, 30, 35 лет впервые приезжают на Ямал с семьей, где они рождаются, дети. Очень важно, чтобы этот жизненный этап, когда семья еще молодая, был максимально полным. Чтобы не было ощущения, что ребенок что-то недополучает из-за того, что тут солнца не хватает, еще чего-то. У нас сегодня есть все возможности, чтобы наши слабые стороны превратить в сильные. Такую задачу мы поставили. В следующий год детства приложим все усилия, чтобы внимание к развитию малышей на Крайнем Севере было максимальным. Сделаем целый ряд мероприятий, поддержки семей, поддержки самих детей. Уверен, что это даст хороший импульс в развитии, поддержки семей. Наш округ – лучшая территория детства. Эта концепция легла в основу эскиза ледовой скульптуры. Авторы – семья Туковских. Они участвуют в конкурсе «Хрустальные сны севера». Напомню, у горожан впервые появилась возможность наравне с профессиональными резчиками создать изваяние изо льда. Для этого необходимо, чтобы эскиз утвердила строгая жюри. Мы побывали в гостях у авторов и узнали, каким они видят счастливое детство на Ямале. Совместными усилиями в четыре руки рождается шедевр. В ход идут карандаши и фломастеры. Лёва, Вова и Серёжа вместе с родителями принимают участие в конкурсе «Хрустальные сны севера». Для начала создают эскиз будущей скульптуры. Мы выбрали тематику. Наш рисунок называется «Счастливое детство на Ямале». Мы с ребятами сами придумали этот рисунок. Пытаемся его воплотить в жизнь. Посмотрим, что получится. Поучаствуем в конкурсе. Направим свою работу обязательно на конкурс. Возможность принять участие в конкурсе ледовых скульптур у новоурингвейцев появилась впервые. Это своеобразный подарок главному зимнему празднику. Любой человек в нашей стране, у нас в округе, в детстве лепил снеговиков, делал снежных баб, вырезал что-то изо льда, из каких-то сосулек и так далее. Но вот так, чтобы иметь возможность действительно из крупной глыбы льда что-то сделать самим, такого вряд ли кому-то доводилось. Творческая реализация – важная составляющая «Счастливого детства на Ямале». И участие в конкурсе ледовых скульптур – еще одна возможность заявить о себе всей семьей. Поэтому младшие Туковские старательно разукрашивают эскиз, созданный родителями. Мы рисуем картину. А что тебе больше всего нравится рисовать? Ну, луну. Почему? Потому что она большая. Если эскиз пройдет конкурсный отбор, город украсит целая композиция. По задумке авторов, это будут фигуры детей, которые держат в руках планету. Павел Прожогин, Павел Михайловский, информационное агентство «Импульс Севера». Ледовая сказка все ближе. Вы, наверное, уже видели, что на Центральной площади началось возведение новогоднего городка. В четвертый раз для этого в Новую Ренгуэ приехала бригада скульпторов из Екатеринбурга. Про тематику, дату открытия, источник финансирования и прочие волшебные подробности нам рассказал главный архитектор. Вы знаете, это 2023 год, это год педагога и наставника. Раз. И 2024 год у нас замечательный юбилей 300 лет создания Академии наук. В связи с чем мы определились по тематике нашего Ледового городка. Это Академия наук и все сопутствующее. Мы постарались максимально насытить Ледовый городок тематическими вещами разными. Значит, у нас будут, безусловно, фигуры и скульптуры наших выдающихся академиков, деятельной науки. Это будет и Ломоносов, это будет и Кулибин, это будет Струве и еще ряд деятелей. Соответственно, для маленьких категорий мы сделаем фотозоны. Все фиксики знают, у нас отдельная фотозона с фиксиками предусмотрена. Это будет для маленьких категорий лабиринт. Тоже традиционная такая востребованная вещь среди детей. В этом году сам городок будет чуть-чуть побольше. Количество фигур будет составлять порядка 20. И причем, обращая внимание, что мы, безусловно, не ведем речь только о локации городской площади. У нас часть фигур будет размещаться как в Карачаево в районах, так и в Лембияхе. Мы очередной раз делаем это по внебюджетным средствам. То есть у нас есть компании, городообразующие, которые финансируют городок. Имена этих компаний вы увидите на входных группах. За что им отдельное спасибо. Со стороны проспекта Ленинградский, то есть там, где у нас в прошлом году состояла имитация аэропорта, в этом году это будет здание Академии наук. Со стороны Виадука, ближе к резиденции Деда Мороза, встречать наших дорогих горожан будет Петр Первым. С двумя скатными горками. Глубже будет малая горка для детей. Биология называется. Конечно, Дед Мороз со Снегурочкой, как я и сказал, лабиринт. Еще ряд горок на центральной части вдоль проспекта Ленинградского будет также тематических. Это там и Звездочет будет, и отдельная горка Перпетум Мобили. В любом случае, сюрприз, каждая фигура, это сюрприз, каждая фигура, учитывая уровень скульпторов, которые работают в этом году, ну не только в этом, как я и сказал, четвертый год подряд, они славятся достаточно проработанными вещами. Поэтому это не только функционал горок и локаций, где можно побегать, но это, прежде всего, художественная резка льда. Планируем открыть его в 20-х числах декабря. Перед Новым годом волшебство неизбежно. Тем более, что главный персонаж праздника Дедушка Мороз на днях отметил свой день рождения. Юнкоры из детского сада «Семицветик» решили отправить ему свои поздравления, и вот, что из этого вышло. Всем привет, на связи «Семицветик». С самого детства мы считаем Новый год волшебным праздником. Все благодаря главному герою страны, Деду Морозу. Все знают, что у волшебника страны есть свой праздник – День рождения. Давайте узнаем! Кто отмечает День рождения 18-го года? Я думала, что Дедушка Мороз. Дед Мороз. Дед Мороз. Дед Мороз. Сколько ему лет? Много. Что? Я затрудняюсь ответить. Если бы он пригласил вас на День рождения, что бы вы ему подарили? Конфеты. Мой какой-нибудь подарок. Какой подарок ему? Не знаю. Саня. Ему можно подарить теплые носочки. Фонарики. Олени. Много конфет. Так, здравствуй, Дедушка Мороз. Ммм, пишут тебе дети из детского сада семицветик. Но сегодня не о нас. В этом тесьме мы хотим поздравить тебя. Да, Даня, я удивляюсь именно тебя. Ведь сегодня твой день из денег. Мы долго думали, как тебя поздравить. И решили, что тебя надо прикосить кости. Поэтому, собираяся путь, мы будем рады тебя видеть. Добавля, чтобы вы всегда были с нами. Желаю счастья и чтобы ты везде разносил подарки. Не ждите чуда. Чудите сами. Нет, это не мы придумали. Это специалисты администрации города приглашают всех поучаствовать в конкурсе новогодней новой Уренгой. Старт приема заявок объявленных можно прислать на электронную почту. Там нужно написать свои данные, адрес дома или офиса, который вы украсили, и свой контактный телефон. Обязательно отправляйте к заявке фотографии, если окно, подъезд, двор или территория предприятия уже украшены. Конкурс проводится по следующим номинациям. Лучшее новогоднее оформление окна в квартире или в подъезде. Лучшее новогоднее оформление подъезда, двора. Оформление фойе муниципальных зданий. И лучшее оформление прилегающих территорий муниципальных учреждений. Заявки на участие мы принимаем до 15 декабря. С 16 по 25 декабря мы комиссионно выезжаем и осматриваем объекты. 26 декабря подводим итоги. Награждение победителей состоится в январе после новогодних праздников. Они получат сертификаты на сумму от 10 тысяч до 50 тысяч рублей. Кстати, сами организаторы, похоже, уже познакомились с первыми претендентами на призы. Впрочем, если они и не получат сертификаты, то новогоднее настроение себе эти два молодых человека точно обеспечили. Чего и вам желаем. О, Денис, конкурс! Новогодний новый уренгой. Лучшее окно, лучший подъезд, лучший двор. Как думаешь, если мы в Красный двор, Дед Мороз к нам пойдет первым? Это очень хорошее дело. Дед Мороз нам точно что-то подает. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжается на Ямале и новогодняя благотворительная акция «Елка заботы». Она поможет исполнить желания детей с особенностями развития и семей участников СОО. Стать добрым волшебником и помочь поверить детям в новогоднее чудо может каждый взрослый. Для этого нужно приобрести подарок и принести его на хранение в местное отделение партии «Единая Россия» или вручить его самому. Зарегистрироваться в качестве дарителя вы сможете по 17 декабря на сайте «Живем на Севере». Но это еще не все. Для детей участников акции пройдет «Елка» организаторы благотворительного проекта «Ямальские единороссы» и портал «Живем на Севере». В последнее воскресенье ноября в России отмечают День Матери. Каждый год мы делаем материалы про хранительность семейного очага. В этот раз наша героиня – представительница мужественной профессии. Она служит в Росгвардии и вот ее история. Работа у Натальи Отлашкиной очень ответственная. Она служит в Росгвардии и во вневедомственной охране. Хотела я в милицию еще пойти, когда мне было лет 17 в 11 классе. Но как бы не получилось, приехала в Новую Рингой. Ну вот, совпало, как раз требовались, пошла, взяли. Это еще было в 2008 году. Вот, служу до сих пор, уже больше 15 лет. У нас главная получается дисциплина, ответственность. И на знаниях вообще работаю. Наталья виртуозно совмещает службу и заботу о семье. У нее две дочки. Младшая Катя ходит в детский сад, а старшая Вика учится в третьем классе. Бытует мнение, что женщины в погонах очень строгие и требовательные мамы. Но это не о Наталье. С девочками она ласково, заботлива и нежна. К ним как-то, ну, мягко отношусь. Ну, девочки же. Раньше тоже говорила, что они у меня будут просыпаться, отжимания делать по утрам. Тогда не посмотришь, куда. Какое отжимание, они так сладко спят. Все свободное время Наталья проводит с дочками. Играют, делают уроки, рисуют. Но не забывают и о домашних обязанностях. Девочки всегда помогают маме с уборкой и выходят за котом Лексусом. Раньше этот толстячок жил в приюте, а теперь у него три заботливые хозяйки. Есть свои трудности, потому что и дети маленькие, и служба. Там уже, ну, как в гражданской работе, отпрашиваться не получится. Хорошо, если есть там родители. У меня вон соседка замечательная женщина во всех случаях выручает. Тяжело, конечно, когда никого нету, тяжело. Мама, глянька из окошка, значит вчера недаром кошка. Умывала нос, а не умывалась носом. Как ты читаешь. Я их очень люблю. Старшая по характеру, ну, не поседа. Ей бы где-нибудь побегать, главное, чтобы на одном месте не сидеть. А с младшей она как бы усидчивее. И усидчивее, и послушнее. Мама, я тебя люблю. Я тебе желаю счастья. Я тебя люблю. Смысл появился после рождения детей. Может, тогда еще тоже думала, что смысл, а тут уже вот, уже как-то ответственность, забота о детях. Ну, все равно разница большая, когда нет детей и когда есть дети. Я смотрю на солнце, маму вижу я. Солнце – это мама, милая моя. Этому замечательному празднику посвящено еще одно большое событие. Во Дворце культуры «Октябрь» работает уникальная выставка фоторабот. На снимках матери и жены участников СВО, тех, кто сейчас служит, и тех, кто отдал свою жизнь, защищая интересы Родины. На фотосессии их проекта мы пообщались с некоторыми героинями и организаторами. Этот подарок был предназначен для моего мужа. Я ему очень сильно горжусь. Он наш герой, он наш защитник. Не только наш защитник, но и защитник всей Родины, нашей страны. И этой фотографии я хочу донести до него, что я ему верна, я его люблю, жду, что мы все его ждем. У нас работает не один фотограф, нас трое. Мы согласовывали концепцию, что именно будет, как это можно сделать, фоны даже вплоть до одежды. Сделаны были референсы, кадры уже примерные. Ну и, соответственно, девушки сами голосовали за то, что они примерно хотят видеть на своих фотографиях. Служит с 28 сентября 2022 года. Командир разведки. Дети переживают за папу. Иногда плачут, скучают. Помогают мне во всем. В постоянном переживании за него. Ну, верим, что все будет хорошо. Надеемся. При подготовке к съемке мы все мило улыбаемся. Но когда именно я делаю портрет, я вот увижу, знаете, эти глаза. Глаза сильной женщины, которая ждет мужа, сына, которая поддерживает их в это время. Вот. И как бы нам, этим проектом, тоже хотелось их поддержать. Благодарность всем девочкам, всем организаторам. Потому что, действительно, какая-то возможность немножко выдохнуть, хотя бы на какой-то момент забыть, где наши герои. И просто вспомнить о том, что мы женщины. Вот. Поэтому огромная благодарность. Волнение, оно присутствует на каждой съемке, потому что хочется сделать ее уникальной, красивой, ну, саму съемку, модели, которые фотографируются. Ну, и, соответственно, мы пытались придумать что-то особое, то, что мы не делали когда-то, ну, то есть какие-то элементы, которые не присутствовали в других съемках. Выставка инициирована региональным комитетом семей воинов Отечества и общественной палатой Янау. Уренгой присоединился. У нас более 40 участниц. Всех приглашаем на выставку «Жены и матери героев». Фотографы, визажисты, стилисты. Все, кто причастен к этому проекту, будут на данной выставке. Мы можем уже по окончании всех событий, когда парни наши вернутся, сделать прекрасный фотопроект, сделать прекрасный, может быть, видеопроект. Может быть, вы присоединитесь, о каждой семье, о каждой женщине, о каждом бойце. Ждем этого момента, когда парни вернутся, и женщины об этом говорят, мамы героев, жены героев, что мы хотим фотосессию с нашими мужьями и сыновьями. Мы стали строить, строить, мы все бойцы. Сын батальона Ямал, вот их как мобилизовали, отправили, и вот с первого дня он с ребятами находится там. Милые женщины, да, мы сильные, мы ждем и очень верим в то, что наши мужчины живыми, здоровыми вернутся, потому что это боль каждой женщины. Пока у меня все. Больше информации у нас на сайте и в соцсетях. Смотрите «Импульс Севера». До свидания. Субтитры подогнал «Симон»